Сейчас кто-нибудь в опасности? А я думаю, что все, кто сейчас рядом с ним. Сегодня будет несколько необычный для нашего канала выпуск. Сегодня я поведаю вам историю Уэйда Уилсона. Мы разберем его дело во всех подробностях, пообщаемся с участниками событий и посетим зал суда, где вместе с подозреваемым выслушаем приговор. Вы на канале Неслабонервный, и это дело Уэйда Уилсона. Вечер 6 октября 2019 года в Форт Майерс, Флорида. Мелисса Монтенес со своим парнем Уэйдом Уилсоном, с которым она встречалась уже 6 месяцев, отправились в Буддабар в Кейп Коралл. Они прожили вместе 2 месяца, а затем Уэйд был арестован и провел за решеткой еще 3,5 месяца. Но Мелисса решила дать ему второй шанс. Согласно отчету полиции, они приехали на сером додже Хеллкэт, который принадлежал Мелиссе. В баре между ними произошла ссора, поскольку Уэйд не хотел там быть. Он хотел поехать к кому-то домой, а Мелиссе это не понравилось. Тогда Уэйд сказал, что ему нужно забрать что-то из машины и вышел из заведения. Спустя непродолжительное время, Мелисса вышла за ним на парковку, но увидела лишь, как ее серый додж выезжает со стоянки. Следующим утром Мелисса обнаружила, что Уэйд несколько раз звонил ей с незнакомого номера. Подняв трубку, она услышала, как разгневанный Уэйд кричит на нее и требует немедленной встречи. Девушка знала, что Уэйд употребляет запрещенные вещества и временами может быть крайне агрессивным, поэтому согласилась на встречу лишь в общественном месте, а именно возле своей работы. И прибыв на место встречи, Мелисса поняла, что что-то не так, поскольку ее серого доджа нигде не было. Он приехал к работе Мисс Монтанес под названием Мила Спа на черном Ниссане Версо. Когда он подъехал, он вступил в контакт с Мисс Монтанес. Неприятный контакт. Он пытался затащить Мисс Монтанес в машину. Мисс Монтанес пыталась отбиться от него. Он выходит. Машина отъезжает назад. Между ним и Мисс Монтанес происходит физическая стычка. Мисс Монтанес ростом не более 158 сантиметров и весом едва ли 45 килограмм. Она пытается сделать все возможное, чтобы отбиться от него. Наступает момент, когда он бьет ее по лицу, и кровь летит во все стороны. В этот момент он прижимает ее к стене своей рукой. Она не может пошевелиться. Где вы договорились с ним встретиться? Мила Спа. Когда вы приехали к Мила Спа, вы увидели свой хелкет? Нет. Вы увидели другую машину? Да. Вы знали эту машину? Нет. Я показываю улику номер пять. Он приехал на этой машине? Да. Еще раз. Ранее вы видели это авто? Итак. Когда вы добрались туда и попытались поговорить с ним. Еще раз. О чем вы пытались поговорить? Я подошла к окну с водительской стороны. Он опустил его. И я сказала, где мои ключи, где моя машина? Он был спокоен и говорил, садись в машину, садись в машину. И все быстро усугубилось. Вы согласились сесть в машину? Нет. И когда вы не согласились сесть в машину, как он себя повел? Жестко, агрессивно. Попытался физически затащить меня в машину. И я сопротивлялась и стала типа в планку, чтобы он не мог затащить меня в машину. Когда вы говорите типа в планку, вы можете показать присяжным, что вы имеете в виду? И он тянул меня в машину за платье. Для записи. Вы встали и подняли руки над головой? Да. Таким образом, чтобы он не мог затянуть меня в машину. Вы говорите, он тянул вас за платье. Можете более детально описать, как он тянул вас за платье? Он тянул за платье, вероятно, немного за волосы. И потом платье начало сползать с моего тела. И что случилось потом? Когда он начал понимать, что я ухожу от него, он все еще держал меня за платье. Он открыл дверь машины, очевидно, забыв переключить машину в режим парковки. И машина начала катиться вперед. Он бросил меня на землю. Машина задела обе мои ноги и сбила меня на землю. Как сильно он толкнул вас на землю? Извините, я не помню. Все было так быстро, и он очень тяжелый. Я ростом полтора метра, а он два, так что... Хорошо. Что случилось после того, как он толкнул вас на землю? Он начал меня избивать. Опишите, что вы имеете в виду, когда говорите, что он вас... Все было так быстро и так медленно. Это были удары, шлепки, удушья и все такое. Вот. Вы упомянули, что драка произошла возле машины. Да. В какой-то момент драка переместилась. Он меня тащил и тянул, не помню, за волосы, руку или платье. И я попыталась поговорить с ним, но его глаза были абсолютно пустыми. Он не слышал меня. Я добралась до начала лестницы и держалась за нее. Начала собираться толпа. И я ожидала, что люди помогут мне, позвонят в 911. Так что я просто попыталась выиграть время, чтобы помощь приехала. И это не работало. Меня снова он бил, хватал, душил. Кое-как мы поднялись по лестнице. И я пыталась убедить его, типа, окей, давай пойдем в Милос-Па и просто поговорим об этом. Там безопасно. Далее Мелиссе удалось вырваться и добежать до заведения неподалеку. В 8.48 полиция прибыла на место происшествия. Офицер Тим Маккормик встретил Мелису в Милос-Па, где она сообщила ему, что на нее напал ее бывший парень Уэйд Уилсон. С 2010 года он был арестован более 20 раз за мошенничество, незаконное проникновение и нанесение тяжких телесных повреждений. Милисса отметила, что последний раз она видела его на черном Ниссане Верса. Также она рассказала офицерам, что утром Уэйд звонил ей с незнакомого номера. Проверив этот номер, полицейские вышли на некую Кристин Мелтон из Кейп-Коррелл. Прибыв по месту ее проживания на Тюдор-Драйв, офицеры обнаружили там полицейских из соседнего отделения. Есть продвижение в истории, за которой мы следим весь день. Полиция Кейп-Коррелл подтвердила, что они расследуют смерть женщины, проживавшей на Тюдор-Драйв. Женщину идентифицировали как 35-летнюю Кристин Мелтон. Свидетели говорят, что она была официанткой. По их словам, они нечасто с ней виделись, и им интересно, что же произошло. Думаю, что-то жуткое случилось, потому что просто так желтую оградительную ленту не вешают. Есть ли у вас какая-то конкретная причина, по которой вы вдвоем выбрали бар Будда в ту ночь? В тот вечер там была живая музыка, и мы хотели пойти посмотреть, как играет группа. Когда вы пришли туда, какова была общая обстановка в баре? Вы знаете, там было не слишком много народу. В тот вечер там было нормальное количество людей, танцующих, пьющих. Ничего необычного для обычного бара. Там играла группа? Да. Были ли вы дружелюбные, и разговаривали ли вы с другими людьми, которые были там? Да, мы социализировались. В главном баре есть несколько разных баров. Мы сидели в одном баре, танцевали, брали напитки в других барах. Мы разговаривали с людьми, которые там были. Довольно стандартный вечер отдыха. Вы, очевидно, пили и слушали музыку все это время? Угу. Да, в тот вечер мы пили довольно много. И поэтому вы решили воспользоваться услугами Uber? Да, мы обе знали, что будем пить, поэтому нам совсем не хотелось садиться за ру. Пока вы были там, кто-нибудь подходил к вам? Да, под конец вечера, когда мы шли к бару наверху, кто-то выскочил передо мной. Вроде как, чтобы привлечь мое внимание, он сказал, «Эй, кто твоя подружка?» И жестом указал на Кристин. Он показался мне дружелюбным. Он представился нам, а я схватила Кристину и сказала, «Эй, этот парень хочет с тобой познакомиться». Как он себя вел? Дружелюбно. Обаятельно. Всплывали ли во время разговора какие-либо тревожные сигналы? Нет. Нет. Как он вам представился? В тот момент он нам представился как Джей Ар. Находится ли Джей Ар в зале суда сегодня? Да. Будьте добры, укажите на него и назовите предметы одежды, которые на нем надеты. Вот он в ярко-синем костюме. Пусть в протоколе будет отражено, что свидетель опознал обвиняемого. Хорошо. Изменилась ли его внешность с того момента, как вы с ним познакомились? Да, у него стало много татуировок на лице. До этого на лице татуировок не было. Что случилось, когда вы вернулись в дом Кристин? Когда мы вернулись к дому Кристин, мы втроем пошли в ее дом. И я знаю, что у нас с Кристин было чувство облегчения от того, что мы добрались до дома. Что мы добрались благополучно. И все шло своим чередом. Я помню, как сидела на диване и снимала обувь. Помню, как Кристин стояла на кухне и доставала что-то попить. И помню, как я сказала ей, «Знаешь, мне нужно ехать домой, потому что завтра мне нужно идти на работу и отвезти сына в школу». Где оставался ваш сын в ту ночь? Он был с моей матерью. Вы с сыном жили у матери? Да, в то время мы проживали с ней. В котором часу вы уехали домой, чтобы отвезти сына в школу и отправиться на работу? Около шести часов. До вашего отъезда все было в порядке? Да, так и было. И я помню, как сказала Кристин, «Знаешь, мне нужно идти домой, мне нужно на работу». И она ответила, «Хорошо». Она обняла меня, поцеловала на прощание и сказала, «Поговорим завтра». А когда она сказала вам на прощание, что «Увидеться с вами завтра», у вас не было опасений за ее безопасность? Нет. И вообще, если бы вы переживали за ее безопасность, вы бы оставили в доме только ее и Уэйда Уилсона? Нет, вовсе нет. И если бы она беспокоилась, Кристин не позволила бы мне выйти из дома, если бы боялась. Она бы сказала, «Давай вместе выгоним этого парня отсюда». И когда вы ушли, можно ли сказать, что ночь действительно закончилась, вечеринка завершилась? Да. Это было утро? Угу. И знаете, как я уже сказала, у нас было чувство облегчения, что мы добрались до дома. Очевидно, что мы были в машине с человеком, который не умел водить машину. И я знаю, что для меня это была самая страшная часть той ночи. Быть с человеком за рулем, который не умел водить авто. И я знаю, что когда мы вернулись в дом Кристин в этом Убере, мы чувствовали себя в безопасности. И, похоже, вас не беспокоило вождение в состоянии алкогольного опьянения, потому что по дороге вы воспользовались Убером? Угу. Да. Когда вы выходили, вы сказали, что вам нужно было отвезти сына в школу, и еще вам нужно было идти на работу. В котором часу вы вышли на работу? В тот день мне пришлось работать в утреннюю смену в Даффе. Думаю, я была на работе в 10, 10.30 утра. У моего сына занятия начинаются в 9, поэтому я отвезла его, а затем отправилась на работу. Вы уже упоминали, что Кристин работала в Даффе. Она должна была работать в тот день? В тот день она не должна была выходить на работу. Тем не менее, вы связывались с ней? Просто для того, чтобы узнать, как она себя чувствует? Да, я написала ей днем и просто спросила, спишь? Но ответа так и не получила. Далее судмедэксперт расскажет, какие ужасные травмы получила Кристин Мелтон в последние минуты жизни. Что из отмеченного вами обеспокоило вас? Ну, конечно. Если посмотреть внешне, то можно увидеть, что у нее большое количество синяков на теле и на лице. Опухший глаз, синяки вокруг глаз, синяки вокруг рта. У нее были синяки по всему телу, по всем рукам. Предположительно, она получила тупую травму. Учитывая, что она была молодой женщиной, и, знаете, всегда задаешься вопросом, может ли это быть причиной смерти человека? И вот подобно травмам, которые мы здесь описываем, при внутреннем осмотре можно увидеть, что с обеих сторон шеи было значительное количество кровоподтеков. В пределах обеих, простите, всех скелетных мышц шеи. У нее также были синяки на коже головы, по всему скальпу, а также в подкожных мышцах головы, что еще раз свидетельствует о значительной травме тупым предметом. Если я могу продолжить, я расскажу, что еще мы нашли. Когда мы провели внутренний осмотр, нами также были обнаружены ушибы внутренних органов. То есть силы, направленные на внешнюю сторону тела, попали и внутрь. Поэтому у нее были синяки, ушибы легких, у нее был ушиб печени, ушиб задней стенки мочевого пузыря, а также ушиб толстой кишки, что указывает на значительное воздействие силы на брюшную полость. В результате внешнего и внутреннего осмотра мисс Мелтон. Вы проводили исследование ее мозга? Проводил, да. И что вы узнали благодаря этому обследованию? Структурно это был нормальный мозг, так что никаких врожденных дефектов обнаружено не было. Никаких образований в мозгу или чего-то, что могло бы привести к смерти. Но самое интересное, что я увидел, это то, что мозг был опухшим, или отекшим. И это, на мой взгляд, согласуется с повреждениями, которые можно увидеть на ее коже головы и вокруг нее. Это говорит о том, что имело место сотрясение мозга, потому что мозг может опухнуть, если человек лишен кислорода. Но ему нужно время, чтобы этот процесс произошел. Поэтому если человеку, допустим, перекрыть доступ к кислороду или крови к мозгу, а затем дать ему восстановиться, мозг опухнет. Но если человек умирает от травм, а в данном случае более чем вероятно, что она подверглась удушению, она бы умерла, не дав мозгу разбухнуть из-за этого процесса. Поэтому мне кажется, что отек возник до этого, вероятно, в результате сотрясения головы. И в конечном итоге, вы согласились с доктором в том, что мисс Мелтон умерла в результате асфиксии? Да. От подъездной дорожки у дома убитой Кристин Мелтон пропал ее черный Ниссан Верса. Офицеры сразу поняли, что, возможно, убийство Кристин Мелтон и нападение на Мелиссу Монтанес мог совершить один и тот же человек, поскольку в обоих случаях фигурировал черный Ниссан Верса. Вскоре на парковке ресторана Джо Крэшбэк офицер Тим МакКормик обнаружил автомобиль, который полностью подходил по описанию. В октябре 2019-го Вы тогда были офицером полиции? Да, был. Как долго вы были офицером полиции на тот момент? Думаю, меньше 13 лет. Что вы делали? Какие у вас были обязанности как офицера полиции в 2019-м? Тогда я был старшим патрульным, и я был на первой смене, и патрулировал. Что делает старший патрульный, сэр? В основном мы реагируем на звонки в службу, помогаем людям любым доступным способом и защищаем жителей города Форт Майерс. Вы сказали первая смена. Что это значит? Это обозначение смены. Смены разбиты по 12 часов. Я был в первой. С пяти утра до пяти вечера. Я хочу обратить ваше внимание на 7 октября 2019-го года. Вы работали в тот день? Да, работал. Вы были вовлечены в расследование по поводу нападения, которое имело место в СПА, которое называется Мила СПА, при участии девушки по имени Мелисса Монтанас. Да, был. И какова была степень вашего участия в этом деле? Меня вызвали на место происшествия, где произошло нападение на Уэст-Фёрст-Стрит перед Мила СПА. По прибытии других офицеров мы пообщались с жертвой. И в конечном итоге дело было передано офицеру для проведения расследования? Все верно. Что вы сделали, когда передали это дело тому офицеру? Я передал дело офицеру и патрулировал местность. Была необходимость обнаружить субъект, который, вероятно, все еще оставался неподалеку. Вам удалось его обнаружить? Поначалу нет. Когда вам удалось его обнаружить? Со мной связался знакомый и сказал, протестую, поддерживаю. Вы получили информацию о местонахождении человека, позже идентифицированного как мистер Уэйд Уилсон? Да, получил. Когда вы получили эту информацию, как вы на нее отреагировали? Я отправился на место и искал автомобиль, подходящий по описанию. И человек, которого я идентифицировал, как Уэйда Уилсона, проверив его водительское удостоверение и по фото, и фото в записях ЛССО. Когда вы говорите, отправились на место, что это было за место? Это был ресторан Джо Крэпшек на Вестер Стрит. Когда вы вошли в контакт с этим человеком у Джо Крэпшек, на вас был бодикам? Да, был. Что вообще такое бодикам? Бодикам — это камера, которую обязаны носить все офицеры полиции. Это стандартная политика как полицейского участка Форт Майерс, так и большинства других. Как только ты отвечаешь, как только ты получаешь вызов, ты активируешь свою нательную камеру. Также в наших машинах есть автоматическая система, при которой, если ты включаешь верхние фонари, автоматически включается твоя нательная камера. В тот конкретный день и час. На вас была ваша камера? Да, была. Вы не могли бы описать, как он себя вел? Он был... Казалось, он нервничал, и когда я с ним заговорил, он выглядел защищающимся и нежелающим сотрудничать. Вы знаете, во что он был одет? Он был без футболки, и я помню, на нем были штаны, которые, казалось, были ему не по размеру. Вы видите этого человека, с которым вы контактировали у Джо Крэпшек, сегодня в зале суда? Да, вижу. Вы не могли бы на него указать и сказать, в чем он одет? Он сидит... Он сидит справа от меня, и на нем костюм с черным галстуком. Как дела? Что происходит, приятель? Ты ждешь свою девушку? А, окей. Это не проблема. Мне поступил звонок, что кто-то сидит в машине и... А, окей. Она уже выходит. Угу. Окей. Окей. Что? Я все объясню, когда приедет мой напарник, ладно? Да. М? А случившимся этим утром? Повтори. Да, я могу это сделать, но сейчас я жду своего напарника. Да, конечно. Смотри, как мы поступим. Машина заведена? Заглуши ее, пожалуйста. А сейчас я задерживаю тебя, пока я не выясню, что конкретно происходит. Уэйт, тебе не нужны неприятности. Ладно? Да, я об этом тебе и говорю. Мне нужно, чтобы ты вышел из машины, и я задержу тебя. Не арестую. Сейчас задерживаю. Ладно. Мне не нужны неприятности. Понимаешь? Понимаешь? Что говоришь? Я нахожусь на парковке Джо Крэпшек. Я так и сделаю. Даю тебе слово. Я должен тебя задержать. Согласно правилам, я должен тебя задержать. Что? Из-за нападения этим утром. Никакого нападения не было? Что? Я буду. Просто расслабься. Покажи мне ключи от машины. Покажи мне ключи от машины. Ключи. Ключи. Уэйд, не создавай проблем. Просто отдай мне ключи от машины. Уэйд. Мы просто ждем, пока приедет мой напарник. Мне нужна подмога. Никуда не едь. Эй. Блин, да какого хрена? Не делай этого. Мистер Маккормик, когда вы вошли в контакт с мистером Уилсоном, похоже ли было, что он понимает все, что вы ему говорите? Да. Как он вам отвечал? В основном он отказывался делать то, что я его просил. Когда вы с ним разговаривали, вы давали ему команды и задавали вопросы, верно? Верно. И он соответствующе отвечал. Под соответствующее я имею в виду, если у человека спросить, ты завтракал сегодня? Он скажет, да, я ел хлопья. Это пример соответствующего ответа. Он отвечал вам соответствующе. Не реагировал на мои команды, но да, он отвечал соответствующе. Когда он... Когда вы сказали ему конкретно о нападении этим утром, что он вам ответил? Что никакого нападения не было. Хорошо. И он продолжил отрицать это? Верно. Когда вы сообщили ему, что собираетесь задержать его, он принял решение покинуть место происшествия, несмотря на ваши слова. Верно? Совершенно верно. Так и было. Пока офицеры разыскивали Уэйда, им поступило сообщение об исчезновении 43-летней матери двоих детей, Дианы Руиз. Диана не вышла на работу. Позже ее сумочка будет найдена брошенной на обочине дороги. Во временном промежутке между 10.15 и 11.15 утра черный Ниссан Верса был замечен неподалеку от того места, где последний раз видели Диану. Когда она возвращалась домой с работы, возле нее остановился черный автомобиль, за рулем которого был Уэйд Уилсон. Он сообщил ей, что заблудился, и попросил показать ему дорогу. Девушка села в автомобиль к незнакомцу, после чего произошло нечто ужасное. Он задушил ее и многократно переехал своей машиной. Мы знаем, что мисс Руиз была задушена. А еще мы знаем, что она умерла в результате травмы, нанесенной тупым предметом, из-за множественных переломов ребер. И если вы хотите верить тому, что мистер Уилсон сказал правоохранительным органам, то он неоднократно переезжал ее и пытался сделать ее похожей на спагетти. Из показаний судмедэкспертов вы узнаете, что при неоднократном наезде на тело вероятны переломы ребер. Множественные переломы ребер. Итак, тело мисс Руиз нашли только через несколько дней, но мы знаем, что когда она только пропала, ее начали лихорадочно искать. И после того, как эти поиски были закончены, мисс Мелтон, ее поиски велись примерно в то же время. Какие повреждения вы отметили при внешнем осмотре мисс Дианы Руиз, если таковые имеются? Конечно. Прежде всего, она находилась на стадии чистого активного разложения, поэтому ее ткани разлагались и разрушались. На ее теле также были следы деятельности животных или падальщиков. Так, часть ушей и носа уже была удалена, скорее всего, птицами-падальщиками. Но внешне, прежде всего, я видел, что у нее перелом носовой кости. Кроме того, у нее была рваная рана под левой грудью. У нее были кровоподтеки и кровоизлияния в кожу на обеих сторонах тела, левой и правой. Каков был объем внешних повреждений, которые вы наблюдали? Самые значительные внешне. Конечно, также было много значительных внутренних повреждений. Вы все их задокументировали? Я прошу прощения. У нее также были синяки на тыльной стороне левого предплечья, о которых я не говорил. Синяки на тыльной стороне левой руки. Я также видел у нее перелом четвертого пальца, максимальной части четвертого пальца. А еще у нее были синяки на правой руке. Какая сила может вызвать множественные переломы, подобные этим? Значительная сила сжатия, потому что вы можете представить, что тело лежит на земле, а мои руки, ребра, верхняя часть ребер, нижняя часть ребер, переломы сверху, сбоку и снизу. Значит, все эти переломы вместе вызваны сжимающей силой. Таким образом, мы можем сделать вывод, что к телу был применен значительный вес или сила. То есть, можно сказать... Я не знаю... Автомобиль, проезжающий по телу, мог вызвать такое? Это, безусловно, могло привести к этому, да. Мистер Уилсон оставляет мисс Руиз на том пустом участке, под теми кустами, под тем деревом. Он возвращается в Ниссан Версо, переезжает через мост и едет в заведение под названием Джо Крэпшек, которое, как ни странно, находится прямо через дорогу от Милла Спа. Правоохранительные органы приезжают туда, и причина, по которой он отправляется в Джо Крэпшек, заключается в том, что он и Мелисса Монтанес общались. Она пыталась привести его в определенное место, чтобы правоохранительные органы могли произвести арест. Когда он приезжает к Джо Крэпшек, с ним связываются правоохранительные органы. Он прикидывается дурачком, якобы совершенно не понимает, о каком нападении вообще идет речь. Он не знает, почему, ничего не знает. Но что он делает, так это умудряется удрать от офицера, который попытался пройти вперед и заблокировать его. Он не стал вилять. Он садится в машину и выезжает с парковки Джо Крэпшек. И вы все прекрасно знаете, куда он направился. В Матеус Графикс. Ему нужно бежать из города. Уехав с парковки у ресторана Джо Крэпшек, Уэйд проезжает около 10 километров, из Форт Майерс до парковки Хэнкок Бридж в Кейп Коралл. Далее он связывается с человеком по имени Джошуа Лукич, которого он знал по своему прошлому месту работы. Я бы хотел обратить ваше внимание на 7 октября 2019 года. Чем вы занимались в тот день? А, это был обычный рабочий день. В то утро я просто работал с клиентами. Вы в это время занимались своим бизнесом? Да. По адресу 2309 Хэнкок Бридж Парквей? Да. В тот день вступали ли вы в контакт с мистером Уилсоном? Да. Опишите, пожалуйста, дамам и господам присяжным, как это произошло. Уэйд приехал на черной машине. Он подъехал к одному из зданий на участке и подошел к моему грузовику, моей машине, когда я был на участке. В это время я был с клиентом, поэтому я сказал ему, чтобы... Он дал мне пару минут, и я сейчас подойду. И как только я вошел в здание, он был там. Он попытался достать у меня билет на самолет, автобус или что-то еще, чтобы уехать из города. Когда вы увидели мистера Уилсона, не могли бы вы описать, во что он был одет? На нем были только спортивные штаны, ни обуви, ни рубашки. Он был в крови, и у него не хватало пары зубов. Не могли бы вы описать дамам и господам присяжным, как он себя вел? Он вел себя как безумец. Он спешил уйти как можно скорее, потому что только что он совершил нечто ужасное и убил людей. когда он разговаривал с вами и просил о помощи. Это не вызывало у вас опасений? Не сразу. Когда я снова взглянул на него, то начал верить в его рассказ. Что именно он вам рассказывал? Он сказал, что убил людей, и что кого-то он закатал в ковер или подстилку, или что у него было, и что ему нужно уехать из города. Ему нужен билет на самолет или автобус, хоть что-то. Так, он судорожно просил у вас помощи? Да. 911, что у вас случилось? Тут очень нестабильный мужчина, который, по-видимому, хотел. Он у меня в офисе, на Хэнкок-Бридж-Парквей. У него есть татуировки, он без футболки. Он сказал, что убил несколько человек, и он просто причинил вред девочке на Хэнкок-Бридж-Парквей. Окей. С какого... С какого номера вы звоните? 239. Хорошо, скажите мне, что конкретно случилось? Мужчину зовут Уэйд. Уэйд что-то там. Не знаю. Я вернулся в офис. Там бизнес моего друга. И он был там. Он просто... Друг партнёра моего друга. Мне кажется, он сделал что-то плохое, и... Он убегает от кого-то, но... Мне нужно убрать его отсюда. Он говорит, что сделал ужасные вещи. Убил кого-то и украл там машину. Это очень странно. Очень-очень странно. Мистер Лукич, когда вы позвонили в 911, вы сообщили, что отправились в здание позади Маттеус Графикс, верно? Да. Куда вы отправились после того, как позвонили в 911? Я оставался на бульваре Хантер 160, пока мне не перезвонили офицеры из 2309 Хэнкок, потому что они не могли найти его в здании. Так что я зашёл с ними в здание, и я показал им укромные места, где он мог быть. И весь день до поздна, я был на Хэнкок с офицерами. И мистера Уилсона не нашли, верно? Нет. Вы знаете, куда он ушёл? Нет. Вы видите сегодня в зале суда мистера Уилсона? Да. Вы можете указать на него и описать, в чём он одет? Он вон там, в синем пиджаке. Мы видели видео, где он выходит из машины. Он заходит в дверь. Это вход в ваше здание? Да, это моё рабочее помещение. Там несколько входов? Да, там несколько входов. Вы описали его как... Позвольте спросить, как хорошо вы знаете мистера Уилсона? Я не очень хорошо его знал. Он работал на мою подругу Марина в Кок-Ки. И... Работал с ключами? Да, с ключами. И я встречал его несколько раз до этого. Позвольте спросить, если вы были лишь знакомыми, зачем он пошёл к вам за... деньгами на билет, на автобус или на самолёт? Понятия не имею. Вы сказали, что вас было там только двое. В здании не было третьего сотрудника? Нет. Нет. Вы сказали, он был неистовым. Вы не могли бы это описать? Он... Он ходил туда-сюда... Как маньяк? Да. Ходил взад-вперёд, рядом с моим... человеком. И... ему нужен был билет. Любой билет, деньги или хоть что-то. И я сказал, что я ничем помочь не могу. И... Когда вы сказали, что не можете ему помочь, он набросился на вас? Нет. Вы сказали, что он говорил как безумец. Что вы имели в виду? Безумец, потому что он говорил... Нет, Джош, ты не понимаешь. Прошлой ночью я убил людей. Он уходит до того, как туда прибывают правоохранительные органы, чтобы обыскать это здание. Он отправляется в район Замотеус Графикс. Он отправляется на площадь Норс-Ист Фёрст Авеню, где проживает молодая пара по фамилии Эмлин. И... Эмлины, как ни странно, накануне покинули свой дом, чтобы уехать в Огайо. Дом был пуст. Он проник в дом через Черный Ход. Нашел себе еду, нашел себе одежду, нашел себе выпивку. Пока он был там, ему понадобилась помощь. Он позвонил отцу. Мне нужно уехать из города. Мне нужна твоя помощь. Пришли мне убер. Пока это происходило, правоохранительные органы проводили расследование. Они знали, кто он такой. Они искали и пытались выяснить, кто будет его следующей точкой контакта. Они связались с его отцом. Им нужно было знать, где он находится. Отец говорит им. Знаете, он сомневался, ведь это сын, верно? Но Уэйд начинает описывать, что он сделал. И описывает это так, словно хвастается. Он хочет, чтобы его отец почувствовал восторг. Он описывал все так, что его отцу стало плохо. Пожалуйста, назовите свое имя для записи. Стивен Тестасека. Мистер Тестасека, где вы работаете? Самозанятость. Чем вы занимаетесь? Замена окон и дверей. Вы женат? Да, мэм. Как зовут вашу жену? Мелани. Вы живете в Форт Майерс? Нет, мэм. В каком городе вы живете? Лейкленд. Скажите, как далеко Лейкленд от Форт Майерс? В двух часах езды. Сколько вам лет, сэр? 46. Вы знаете человека по имени Уэйд Уилсон? Да, мэм. Откуда вы знаете Уэйда Уилсона? Он мой сын. Сколько вам было лет, когда вы узнали, что станете его отцом? 14 или 15. А сколько лет тогда было его матери? На год младше меня. То есть, в таком возрасте, что никто из вас не мог его воспитать? Нет, мэм. Его отдали на усыновление? Да, мэм. Кто его усыновил? Кэнди и Стив Уилсон. Они как-то контактировали с вами или с матерью Уэйда Уилсона? Вы имеете в виду... Как они познакомились? А... Они ходили в церковь с родителями мамы Уэйда. Так они познакомились и в конечном итоге забрали Уэйда Уилсона? Да, мэм. У них есть другие дети? Да, мэм. Две дочери. Вы общались с ними по каким-либо поводам? Я общался с Кэнди. Это приемная мама? Да, мэм. Хорошо. Теперь вы в какой-то момент связались с Уэйдом Уилсоном. Да, мэм. Сколько лет было Уэйду Уилсону, когда он связался с вами? 18. Он захотел с вами связаться, поскольку вы были его биологическим отцом? Да. До этого момента вы когда-либо встречали его? Нет, мэм. В конечном итоге вы поддерживали с ним отношения? Да, мэм. Он хотел этих отношений? Да, мэм. Вам часто поступали от него звонки? Да, мэм. Вы встречались с ним по каким-либо поводам? Нет. Однажды я приехал проведать его в Талахасе. Часто ли он просил у вас денег? Да, мэм. То есть ваши отношения превратились в то, что он только и делал, что просил вашей помощи? Да, мэм. Я хочу обратить ваше внимание на понедельник, 7 октября 2019 года. Уэйд Уилсон звонил вам по телефону в тот день? Да, мэм. Что он вам сказал во время этого звонка? В первый раз он сказал, что ему нужна помощь, что он сделал что-то, чего уже не исправить. Он упоминал, что поссорился со своей девушкой? Да, мэм. Кто была его девушка в то время? Я только знаю, что ее звали Мила. И было похоже, что из-за этой ссоры ему нужна ваша помощь? Да, мэм. Когда он позвонил вам, вы были на работе? Да, мэм. Вы могли уделить ему время, чтобы помочь ему в тот момент? Нет, мэм. Так что, что вы ему сказали, когда он попросил вашей помощи? Я просто сказал ему, чтобы он перезвонил вечером, когда я закончу работу, и мы что-то придумаем. А вы... Вы разговаривали со своей женой о том, что он связывался с вами и просил вашей помощи? Да, мэм. В то время, когда он должен был позвонить, примерно в какое время он должен был перезвонить? Я сказал ему вечером. Во временной промежуток между его первым звонком и вечером вам поступил звонок от детектива? Да, мэм. И этот детектив искал вашего сына? Да, мэм. Теперь, в тот момент, когда детектив искал вашего сына, вы понимали, что произошло? Нет, мэм. Детектив хотел, чтобы вы попытались помочь им связаться с вашим сыном? Она просто дала мне номер и сказала, что если он перезвонит, нам нужно с ним поговорить. Он позвонил вам позже в тот вечер? Да, мэм. И что он сказал вам в тот вечер во время разговора? В последнем звонке? Нет, во время предпоследнего звонка. Он просто сказал мне, что что-то натворил. Двух людей не стало, и они больше не вернутся. Он сказал, я убийца. Ну, знаете, я просто попросил его перезвонить мне. Я просто подумал, что это его очередная выдумка. И когда он говорил, что с нами больше нет двух человек, и что он убийца, вы придали этому большое значение? Нет, мэм. Вы думали, он просто рассказывает вам выдумку? Он тот еще выдумщик. Он перезвонил вам в третий раз? Да, мэм. В котором часу он перезвонил? Около десяти. Я хочу вернуться к тому вечернему звонку, когда он говорил об этих двух людях, которых больше нет с нами, и о том, что он убийца. Он проявлял хоть какое-то раскаяние? Нет, мэм. Давайте перейдем к звонку в 10.00. Ваша жена знала о том, что происходило в тот день. Да, мэм. А когда он перезвонил в 10, он рассказал более подробно о том, что говорил вам ранее? Да, мэм. Итак, давайте начнем с первой девушки. Не могли бы вы рассказать присяжным, что он вам сказал? Он просто сказал, что познакомился с девушкой в баре. Они приехали к ней домой, немного потусовались, а потом она уснула. Что, по его словам, произошло после того, как она уснула? По его словам, он залез на нее сверху и стал душить. Каким именем он ее называл? Называл ли он ее уничижительным термином? Он сказал, я задушил эту с***у. Окей. А что, по его словам, он сделал после того, как задушил ее? Он сказал, что немного побыл в доме, а потом завернул ее и собирался положить тело в ее багажник, но не смог поднять. Он сказал, почему не смог положить ее в багажник? Он сказал, что ему кажется, будто наступило трупное окоченение. А трупное окоченение делает тело жестким? Думаю, да. Значит, он сказал вам, что именно по этой причине не смог поднять ее и положить в багажник? Да, мэм. И когда он сказал ее багажник, он имел в виду багажник ее машины, в которой он собирался ее положить? И что, по его словам, он сделал, когда не смог положить ее тело в багажник? Он бросил ее там и взял ее авто. Что он говорил о второй девушке? Он сказал, что увидел ее, идущую по улице, остановился, спросил дорогу, и она села к нему в машину. Что, по его словам, произошло, когда она села к нему в машину? Он сказал, что дотянулся до нее и задушил. А он сказал вам, что душил ее, будучи за рулем? Да, мэм. И что, по его словам, произошло после того, как он ее задушил? Он сказал, что ищет место, где можно положить ее тело. А нашел ли он место, где в конце концов выбросил тело? Да, мэм. Что он рассказал вам о ситуации, когда он добрался до места, где собирался выбросить ее тело? Он сказал, что он вытащил ее из машины, но понял, что она все еще дышит. Что, по его словам, он сделал, когда понял, что она еще дышит? Он сказал, что вернулся в машину и ездил по ней, пока она не стала похожа на спагетти. Пока он рассказывал вам все это, как он себя вел? Он был взбудоражен. Вы говорите взбудоражен. Что под этим подразумеваете? Он хотел, чтобы я чувствовал то же самое, что чувствовал он. Он гордился собой? Да. Он хоть как-то проявлял раскаяние? Нет, мэм. И смог ли он подробно рассказать о смерти обеих этих женщин? Да, мэм. Вторая девушка, которую он убил и выбросил тело. Думал ли он, что ее найдут? Нет, мэм. Он думал, что хорошо скрыл ее тело? Да, мэм. Его отец узнает адрес, говорит ему, да, я пришлю тебе, Убер. Передает эту информацию маршалам. Маршал отправляется в это конкретное место. С мистером Кентом Эмленом и его семьей связались и спросили, «Эй, этот парень должен быть в вашем доме?» «Конечно нет. Вы разрешаете нам войти?» «Безусловно». Отец уговаривает мистера Уилсона выйти на улицу. В конце концов, он это делает, и впоследствии его арестовывают. В этом деле шла речь об убийстве ради убийства. Он сказал детективам, «Я уже сделал это однажды. Сделаю еще раз». Но дело не в том, что он убил. Дело в том, как он убил. Удар тупым предметом в обмен на покорность. Удушение. Замолчание. По его словам, это занимает всего две минуты. Он не поцарапался. Ему не больно. Они не кричат. Они молчат. Они не смогут убежать, даже если захотят. Он слишком силен. Именно таких людей он преследует. 7 октября 2019 года он напал на Кристину Мелтон, на Мелиссу Монтонес, а затем на Диану Руиз. В тот день выжила только одна. Только одна. Почему? Потому что вокруг было слишком много людей. Но если вспомнить его слова, он убил бы и ее, если бы ему дали возможность. Но во время заключительного слова защиты адвокат Уилсона признал, что Уэйт произносил жестокие слова, потому что был не в себе. Посмотрите на хронологию. Мисс Мелтон была убита во временном промежутке между двумя и четырьмя часами. Затем мисс Джонсон ушла. Ей нужно было идти на работу. Далее произошел инцидент около 7.30 в 8 утра с мисс Монтонес. По словам ее жениха, мисс Руиз собиралась на работу между 9 и... Где-то между 9 и 11 она ушла из дома. Так что контакт между мистером Уилсоном и мисс Руиз произошел на дороге. среди белого дня. Это не какое-то похищение посреди ночи. Это произошло средь бела дня. И опять же, это почти точная копия мисс Монтонес. Мисс Монтон. И опять же, проехать по телу 10 или 20 раз. Никто не говорит, что это не извращение. Мы не говорим, что он этого не делал. Есть веские доказательства того, что он ответственен за эти две смерти и избиение мисс Монтонес. Есть показания мисс Монтонес. Вам нужно подумать, было ли это преднамеренным с точки зрения того, что мисс Мелтон занималась с ним садцем. Он мог просто встать и уйти или остаться с ней. Вместо этого он убивает ее? Это, скажем так, не совсем ясное мышление. Я не отрицаю безумие. Я не отрицаю. Но я спариваю слова о преднамеренности. И я говорю, я говорю, что он просто сошел с ума за все это. Присяжным Форт Майерс понадобилось около двух часов, чтобы вынести свое решение. Пункт первый. Подсудимый виновен в убийстве первой степени Кристин Мелтон. Подсудимый виновен в убийстве первой степени. Пункт второй. Подсудимый виновен в угоне транспортного средства в крупном размере. Подсудимый виновен в угоне транспортного средства в крупном размере. Пункт третий. Подсудимый виновен в нанесении побоев. Подсудимый виновен в нанесении побоев. Пункт четвертый. Подсудимый виновен в убийстве первой степени Дайаны Руиз. Подсудимый виновен в убийстве первой степени. Пункт пятый. Кража со взломом Подсудимый виновен в краже со взломом Пункт 6. Мелкая кража со взломом Подсудимый виновен в мелкой краже первой степени От 12 июня 2024 Решение принято единогласно На этом суд над Уэйдом Уилсоном не закончился, поскольку ему грозила смертная казнь и процесс перешел в стадию вынесения приговора На этом этапе мы сосредоточимся на том, что делает это убийство первой степени отягчающим Как указал вам суд, прежде чем огласить смертный приговор, вы должны единогласно согласиться с тем, что хотя бы одно отягчающее обстоятельство, только одно, было доказано вне разумных сомнений Мы представляем вам четыре Четыре отягчающих обстоятельства Четыре отягчающих обстоятельства для одного из убийств первой степени И четыре отягчающих обстоятельства для второго убийства первой степени Дамы и господа, под трём из них Вы уже приняли решение Это было заложено в вашем вердикте Три из них уже доказаны Об одном вы услышите сегодня в ближайшее время О двух первых я хочу немного поговорить Одно называется холодным расчётом И преднамеренностью Второе Чудовищным зверством и жестокостью Это могут быть отягчающие обстоятельства О которых вы, возможно, слышали в течение своей жизни Но я хочу рассказать о них Первое называется холодный расчёт и преднамеренность Этот фактор заставляет вас задуматься о том Каковы были его планы и намерения в момент совершения убийства Отягчающее обстоятельство заставляет вас задуматься о том Через что ему пришлось пройти ради убийства И доказательства, которые мы представили вам в ходе процесса Уже доказывают этот факт Вы услышите некоторые смягчающие обстоятельства И мы уже говорили об этом во время отбора присяжных Причина, по которой они называются обстоятельствами А не факторами В том, что они не должны быть доказаны вне разумных сомнений Они должны быть доказаны большим количеством доказательств Мистер Гарднер даже упомянул об этом Вы можете взять любые вещи из жизни мистера Уилсона И рассматривать их как смягчающие обстоятельства Те немногие вещи, которые вы слышали о нём из протокола Кажутся крайне ужасными Но если вы вернётесь назад и вспомните показания свидетелей И это доказательство уже было вам продемонстрировано Когда свидетелей допрашивали о том, каким был мистер Уилсон Когда он не принимал наркотики Он был очаровательным, вежливым, классным Я не знал, что люди всё ещё используют это слово Он в хорошем настроении, он дружелюбный, он общительный Это всё смягчающие обстоятельства Которые вы также можете принять во внимание Когда будете взвешивать их против отягчающих факторов Вы сделаете всё необходимое во время дискуссии между собой Мы верим, что вы вернётесь к единственной рекомендации Которую вы можете дать Как только закончите процесс взвешивания И это будет рекомендация Пожизненного заключения в тюрьме Где мистер Уилсон умрёт Спасибо Поскольку дело находится на стадии вынесения приговора Защита должна была представить смягчающие обстоятельства Подтверждающие необходимость вынесения приговора Который спасёт жизнь их клиента Поэтому они вызвали двух свидетелей Клинического психолога и судебного психиатра Доктор Хейман Эйзенштейн рассказал, что психическое здоровье и поведение Уилсона Начали меняться ещё в юном возрасте В результате бесед с этими людьми Вы получили какую-либо информацию о жизненном пути Уэйда Уилсона Да И какую информацию вы получили, которая, по вашему мнению, была бы полезна для постановки окончательного диагноза Мистер Уилсон был усыновлён Стивеном Кэнди Уилсоном почти сразу после рождения Обе старшие сестры, Уэнди и Уитни Биологические дочери Стивена Кэнди Уилсона И через церковь Они узнали, что биологической матери мистера Уилсона было 14 лет У неё были психологические проблемы, проблемы со здоровьем И она была не способна заботиться о Уэйде Уилсоне Вскоре после этого его усыновили И он стал частью семьи В неё вошли две старшие сестры и мистер Уэйд Уилсон Самый младший В молодые годы мистера Уилсона Были ли у них какие-либо опасения по поводу его психического здоровья? Или он был обычным человеком? Все годы своей юности, вплоть до полового созревания Он прекрасно функционировал Активно занимался спортом Был частью семьи Он посещал церковь? Он посещал церковь на регулярной основе Каким он был студентом? Он был хорошим студентом Что произошло после полового созревания? Они обнаружили, что в период полового созревания произошли резкие изменения Его психическое здоровье изменилось Его поведение изменилось Он стал затворником, параноиком Перепады настроения Очень аберрантное поведение Иногда он думал, что есть инопланетяне, которые хотят его похитить Он очень беспокоился о семье, о родителях И он стал очень деструктивным С ним было трудно справляться Он начал экспериментировать с веществами? Да Какую помощь пыталась получить семья Уэйда Уилсона Когда только начала замечать такое поведение? Они пытались получить психиатрическую помощь Они обратились к психологу Мистер Уилсон не был готов к сотрудничеству И было очень трудно добиться для него помощи, которую они искали И, к сожалению, только благодаря полиции Когда его поведение стало разрушительным Наконец произошло вмешательство В нашей системе существует терминология под названием «Закон Бейкера» Согласно которой, людей принудительно помещают в психиатрическую клинику Был ли использован этот процесс в отношении мистера Уэйда Уилсона? Да Сколько ему было лет, когда это произошло? Думаю, ему было 15 или 16 лет Привел ли этот срок принудительного помещения в клинику к исправлению его поведения? Нет Не припоминаете, изучали ли вы еще что-нибудь, что помогло бы вам в постановке окончательного диагноза? Я ознакомился с письмом доктора Уилсона Второй эксперт защиты, доктор Марк Милс, показал, что Уилсон страдал от какого-то психотического расстройства Основываясь на интервью доктора Эйзенштейна Однако проведенное Милсон тестирование Уилсона дало недостоверные результаты Поскольку Уилсон преувеличивал свои симптомы Была ли у вас возможность попросить его пройти какой-либо тест, подобный тому, что описал доктор Эйзенштейн? Да, как психиатр я не провожу много тестов Но меня учили проводить различные так называемые личностные тесты Я говорю так называемые, потому что, хотя они и называются тестами личности Миннесотский многофазный личностный опросник и опросники оценки личности На самом деле это тесты на основные психические заболевания Тесты на психопатологию Я попросил мисс Перес провести один из них, чтобы понаблюдать за ним В основном просто дав ему лист бумаги со словами «Прочитайте инструкцию и ответьте на вопросы» И она сделала это А я получил этот тест обратно и оценил его Затем я попросил его пройти опросник оценки личности Что он и сделал Таким образом, у нас было два психологических теста Которые проводились в присутствии мисс Перес и меня И на что указывает оценивание его теста? Оценивание показало, что он не соответствует требованиям Что он либо... То есть он отвечал на вопросы, что является частичным соответствием Но он аннулировал результаты каждого теста, преувеличивая симптомы Которых нет у большинства людей Или у большинства людей их нет в такой степени Он сказал «У меня есть все симптомы, описанные в книге» И, конечно, все симптомы, описанные в книге Это слишком большое количество симптомов Даже у людей, которые серьезно больны Есть только некоторые из этих симптомов Вы поставили какой-либо диагноз Или сделали выводы на основании имеющейся у вас информации? Да, я считаю, что у мистера Углелсона есть какое-то психическое расстройство К сожалению, поскольку он не был достаточно откровенен со мной Я не могу до конца охарактеризовать его Обычно, когда я даю показания, у меня больше информации Как от эксперта, так и от обвиняемого в таком деле И у меня больше информации из предыдущих больничных карт Из госпитализации по закону Бейкера И из других психиатрических госпитализаций И я могу довольно хорошо охарактеризовать это расстройство Здесь мы слышали о перепадах настроения Что может свидетельствовать о биполярном расстройстве Мы слышали о диагнозе шизоаффективное расстройство в тюремных записях Возвращаясь еще во времена моей учебы в медицинской школе Есть хорошее исследование под названием «Стадии мании», проведенное в 1972 году В котором говорится, что нельзя отличить острую шизофрению Биполярное расстройство и шизоаффективное расстройство Так что я не знаю, что именно у мистера Уилсона Но думаю, что это очень важно А как насчет татуировок на его лице? По моему мнению, они мешают и уродуют Но я уже старик Есть люди, которым нравится украшать кожу Но я бы сказал, что большинство людей такие татуировки отталкивают Хорошо, вы видели фотографию мистера Уилсона? Да И у него не было татуировок на лице? Не было Но когда пришло время выступать эксперту штата, доктор Майкл Херков рассказал, что Уилсон не страдал от психического расстройства Есть ли у мистера Уилсона долгая история злоупотребления психоактивными веществами? Да Мы говорили об употреблении психоактивных веществ Вы также предоставили слайд, отражающий ваши опасения, связанный с тем, что мистер Уилсон искал психоактивные вещества и употреблял их Так ли это? Верно И почему это беспокоит вас? Как это связано с психическим здоровьем мистера Уилсона? Потому что его мать знает, что впервые начала замечать изменения в его поведении в 13 лет Это есть в ее заявлении Также мистер Уилсон во время моего разговора с ним сказал мне, что он начал употреблять с 13 лет Как я уже говорил, родители зачастую последними узнают о том, что их ребенок употребляет наркотики Мать, я полагаю, замечала эти изменения в поведении Потом, когда он поступил в школу, у него начались неприятности, у него были проблемы за торговлю веществами Если вы хотите более логичное объяснение По моему профессиональному мнению, более вероятно, что это начинающаяся шизофрения Или начинающиеся биполярные расстройства Или это последствия употребления веществ По моему профессиональному мнению, вы видите последствия употребления веществ А вещества, которые он употреблял А он говорил о присутствии кокина, грибов, кислоты и метавитамина в разные периоды своей жизни Это очень много Все эти вещества могут влиять на когнитивные функции, психическое состояние, галлюцинации, бред Близкие Кристин Мелтон и Дианы Руиз рассказали о том, как Уилсон повлиял на их жизни Двоюродная сестра Кристин Мелтон описала ее как прекрасного человека С которым в последние минуты жизни обращались как с мусором Кристин Мелтон была моей лучшей подругой и кузиной до 7 октября 2019 года Моя задача описать этого прекрасного человека и каким-то образом запечатлеть Кристин так Чтобы 12 незнакомцев и два заместителя смогли понять, вооружившись лишь словами И я сделаю это, находясь не далее, чем 20 футов от осужденного Который избил Кристин, убил Кристин и выбросил прочь, как мусор Надеюсь, вы понимаете, что это не самый лучший сценарий для того, чтобы делиться личными историями Хотя вам бы они очень понравились Нет слов, чтобы описать совершенно очаровательную Кристин Энн Мелтон Но я попытаюсь Она была драгоценна не только для меня, но и для всех, кто ее знал Она была дочерью, сестрой, тетей, племянницей и кузиной Ее любили, и ее жизнь имела ценность Кристин была удивительно забавной Обладала острым умом и совершенно уникальной личностью Если ты был с ней, ты смеялся Мы смеялись каждый день Находясь рядом с ней, ты чувствовал себя в безопасности Тебя понимали и никогда не осуждали Она приносила облегчение, просто находясь рядом У нее была своя манера поведения Дети любили ее, потому что Кристин была доброй, и они это чувствовали Она не была просто тетей Она была тетей с большой буквы Кристин была крестной матерью моего сына И это была величайшая честь для нее, которую она заслужила Наши дети скучают по ней так, как я никогда не смогу выразить И мне очень тяжело видеть их такими сломленными Ее отняли у них Кристин никогда не испытает материнства Роли, для которой она была рождена Кристин была сильной, смелой, независимой, верной Она была подругой, о которой все мечтают Она была подругой, которая переживала из-за всех ваших проблем больше, чем вы сами Она яростно защищала тебя и всегда была на твоей стороне Даже если ты был неправ Кристин любила путешествовать и изучать мир Она покупала билеты на самолет, а остальное выясняла потом Она любила походы, концерты, Хэллоуин, любые тематические вечеринки и празднования жизни и достижений Кристин обожала свою мать и любила быть с ней Они были не разлей вода Они были одинаковыми и разными во всех самых прекрасных отношениях Они жили менее чем в одном квартале друг от друга в 2019 году, когда это произошло Все ее отношения и дружба были особенными, потому что она была их частью Она была болельщицей из-за всех Она любила нас, безусловно, полностью и всем своим существом до 7 октября 2019 Мать Кристин не присутствовала на суде После убийства Кристин она уже никогда не была прежней Да и как она могла быть прежней? Затем младший сын Дианы Руиз поведает душераздирающую историю о том, как из-за Уэйда Уилсона, его матери, не было рядом важные моменты его жизни Я был вынужден переехать в другой штат, чтобы получить образование Я переехал далеко от Флорида, потому что я вырос Я рос с мамой повсюду, и вот в один ужасный день ее не стало Я изо всех сил старался не сдаваться Она возлагала на меня большие надежды, потому что знала, что я добьюсь больших успехов А я отказываюсь разочаровывать ее, даже после ее смерти Потому что это помогает мне двигаться вперед каждый день Я хотел бы поделиться некоторыми достижениями, которых мне удалось добиться Я три года занимался в маршевом оркестре, и на протяжении всей школы мы получали высшие баллы в Blue Ribbon В выпускном классе я получил самую главную награду своей школы На втором курсе я выиграл свою первую стипендию, благодаря своему художественному портфолио Я окончил школу, меня приняли во все колледжи, в которые я подавал документы А также я получил полную стипендию от одного из них в выпускном классе Я получил награду Джона Филлипса за маршевый оркестр Я получил водительские права и свою первую машину В 16 лет я вел целый ювелирный бизнес в течение двух лет Я получил свою первую работу В июле я получил свою первую квартиру Я на год раньше закончил колледж и прошел первую стажировку в качестве графического дизайнера Я перечислил только 13 из множества больших и маленьких достижений Все эти 13 достижений моя мама не видела Моя мама никогда не увидит, как я женюсь Как заканчиваю колледж в качестве выпускного первого поколения Как получу свою первую настоящую работу Во время учебы в колледже меня впервые отправили в отделение скорой помощи, потому что я попал в свою первую автомобильную аварию Единственным человеком, которому я хотел позвонить, была моя мама Когда она пропала, я очень доверял своей интуиции Все говорило мне, что она вернется домой И кроме нее, я ведь никому не доверял Мне же сказали, что она пропала, когда шла с нашей остановки Или как все в моем городе узнали о ее смерти раньше меня Или как в свой 15-й день рождения я чуть не покончил с собой, потому что я не мог смириться с мыслью, что мне исполнится 15 лет без мамы И прожил 5 лет без нее И не прошло ни одного дня, чтобы я не думал о ней Моя мама только любила В ней была только любовь Она хотела для меня только самого лучшего Она не заслуживала того, что с ней произошло Она просто хотела жить нормальной жизнью Выступая с последним словом перед присяжными, которые должны были решить, жить Уэйду или умереть Обвинение призвало присяжных обратить внимание на жестокость преступлений Мы просим вас взять во внимание большое количество синяков на ее теле Мы просим вас взять во внимание ее опухший глаз Мы просим вас взять во внимание порезы вокруг ее рта и глаза Мы просим вас взять во внимание синяки по всему ее торсу Синяки по всем ее рукам Мы просим вас взять во внимание травмы, нанесенные тупым предметом Мы просим вас взять во внимание значительное кровоизлияние по обеим сторонам ее шеи Мы просим вас взять во внимание ушиб легких Ушиб печени Ушиб задней стенки мочевого пузыря Ушиб толстой кишки Значительное силовое воздействие на брюшную полость Мы просим вас взять во внимание повреждения на голове и вокруг головы Мы просим взять во внимание отек ее мозга Мы просим вас взять во внимание его руки на ее шее Неспособность дышать Последний вздох, зная, что он будет последним Мы просим вас взять во внимание холодный расчет и преднамеренность С которыми он убил Кристин Мелтон Взвесить, как он выбрал ее из всех девушек в баре в тот вечер Как он флиртовал и привел ее к себе домой Дождавшись, пока никого не будет рядом Дождался, пока она уснет Его руки на ее шее Неспособность дышать Мы просим вас взвесить, каким чудовищным Зверским Жестоким способом он убил Дайану Руиз Даяна Руиз, которая просто шла на работу Как он с ней познакомился и как он ее бросил Мы просим вас взять во внимание ее сломанную носовую кость Рваную рану под левой грудью Мы просим вас взвесить кровоизлияние и повреждение кожи на левой и правой сторонах ее тела Мы просим взять во внимание синяки на ее левом предплечье и тыльной стороне левой руки Синяки на правой руке и перелом пальца Мы просим взять во внимание кровоизлияние в шею Сломанную подъязычную кость Разрыв щитовидной железы Перелом ребер Борьбу с ней до смерти Мы просим вас взять во внимание, что он переезжал ее машиной Мы просим взять во внимание холодный расчет И преднамеренность, с которыми он убил Дайану Руиз Подкараулив ее, когда она шла по улице Почувствовав страх, не отпуская ее Посадив свою машину и уединившись с ней Тем временем защита в своем последнем слове вновь заявила, что употребление Уэйдом наркотиков оказало на него негативное влияние Он заявил, что это было похоже на соль или флаку Оно просто заставило меня слететь с паных катушек И оно заставило меня, блядь, сойти с ума Когда я треск, я вообще-то приличный парень То же самое говорили все остальные Что бы это, чувак, мне не вколол Фентанил, флаку, что бы это ни было, блядь Чувак, это был не кокейн Я думал, это что-то другое И он дал мне его так много От этого дерья я не спал два с половиной дня И это не оправдание его поступка Я просто хочу, чтобы вы поняли В каком состоянии был его разум Когда он переживал эти события 7 октября И этот человек Не Уэйт Уилсон И этот человек не заслуживает вашей рекомендации о смерти Теперь наркотики Ну, знаете, только потому что вы наркоман Мы не собираемся Не рассматривать смертную казнь Дело ведь не в том, что он наркоман Он принимал наркотики Он начал принимать их в 13 лет Какие наркотики он принимал за свою жизнь Мы не уверены С какой частотой он принимал наркотики за всю свою жизнь Этого мы тоже не знаем Мы уверены лишь в том, что в ту ночь Ему давали наркотики Какие наркотики, мы не знаем Но вот один из примеров, который привел вчера доктор Херков Если у вас есть расстройство И вы подпитываете это расстройство Скажем, как это делает Что это делает? Это усиливает проблему А если это другой наркотик Что если это один из тех синтетических наркотиков На которые жаловался Уэйд Уилсон Что это сделает с Уэйдом Уилсоном Если у него проблемы с психическим здоровьем Но он сам принял его Я знаю, что он сам принял его Вы не награждаете его Вы просто пытаетесь решить Хотите ли вы приговорить этого парня Который крут, вежлив, обаятелен, дружелюбен Который, по его собственным словам Проебался однажды ночью Присяжным потребовалось около 90 минут Чтобы прийти к своему решению Пока Уилсон оставался невозмутимым Во время оглашения вердикта А благодаря новому закону Флориды Присяжным не обязательно приходить К единогласному решению Чтобы проголосовать за смертную казнь Для рекомендации Достаточно решения 8 из 12 присяжных Мы, присяжные, пришли к следующему выводу В отношении подсудимого Уэйда Уилсона По данному делу По первому пункту обвинения Убийство Кристин Мелтон Мы, присяжные, единогласно считаем Что штат установил в неразумных сомнений Что Уэйд Уилсон Уэйд Уилсон был ранее осужден за преступление И приговорен к тюремному заключению Или к общественному контролю Или к испытательному сроку за преступление Да Мы, присяжные, единогласно считаем Что штат установил в неразумных сомнений Что Уэйд Уилсон был ранее осужден За другое тяжкое преступление Или за преступление, связанное с угрозой Применения насилия к человеку Да Мы, присяжные, единогласно считаем Что штат установил вне всяких разумных сомнений Что первое убийство было особенно отвратительным Зверским или жестоким Да Мы, присяжные, единогласно считаем Что штат доказал вне всяких сомнений Что убийство первой степени Было совершено с холодным расчетом И преднамеренно Без каких-либо притязаний На моральное или юридическое оправдание Мы, присяжные, единогласно пришли к выводу Что штат доказал наличие Одного или нескольких отягощающих обстоятельств Каждый из нас рассмотрел вопрос О наличии одного или нескольких Отягощающих обстоятельств Каждый из нас взвесил Достаточно ли доказанных отягощающих факторов И перевешивают ли доказанные отягощающие факторы Любые доказанные мигрирующие обстоятельства Далее мы рассмотрели вопрос о том Должен ли Уэйд Уилсон Быть приговорен к пожизненному заключению Без возможности условно-досрочного освобождения Или к смертной казни Мы, присяжные, голосами 9 против 3 Пришли к выводу, что Уэйд Уилсон Должен быть приговорен к смертной казни Что касается обвинения в убийстве первой степени Дайаны Руиз Мы, присяжные, единогласно считаем Что штат установил вне разумных сомнений Наличие отягощающих обстоятельств Мы, присяжные, единогласно считаем Что штат установил вне всяких разумных сомнений Что Уэйд Уилсон Был ранее осужден за преступление И приговорен к тюремному заключению Общественному контролю Или условному осуждению за преступление Да Мы, присяжные, единогласно считаем Что штат установил вне разумных сомнений Что Уэйд Уилсон Был ранее осужден за другое смертное преступление Или за преступление, связанное с угрозой применения насилия к человеку Да Мы, присяжные, единогласно считаем Что штат доказал вне всяких сомнений Что убийство первой степени Было особенно чудовищным, зверским или жестоким Да Мы, присяжные, единогласно считаем Что штат установил вне всяких сомнений Что убийство первой степени Было совершено с холодным расчетом И преднамеренно Без каких-либо притязаний На моральное или юридическое оправдание Да Если за смертную казнь Проголосуют менее восьми присяжных Вы должны рекомендовать пожизненное заключение Без возможности условно-досрочного освобождения Если восемь или более присяжных проголосуют за смертную казнь Ваша рекомендация должна быть за смертную казнь Мы, присяжные, единогласно пришли к выводу Что государство доказало один или несколько отягощающих факторов Каждый из нас рассмотрел вопрос о наличии одного или нескольких отягощающих обстоятельств Каждый из нас взвесил, достаточно ли доказанных отягощающих факторов И перевешивают ли доказанные отягощающие факторы Любые доказанные смягчающие обстоятельства Далее мы рассмотрели вопрос о том Должен ли Уэйд Уилсон быть приговорен к пожизненному заключению Без возможности условно-досрочного освобождения Или к смертной казни Десятью голосами присяжных против двух Мы пришли к выводу, что Уэйд Уилсон должен быть приговорен к смертной казни На данный момент Уэйд содержится в тюрьме Ли Каунте 23 июля 2024 года пройдет финальное слушание по этому делу Где судья Николас Томпсон примет окончательное решение, что делать с Уэйдом Это будет либо смертная казнь, либо пожизненное заключение Как только приговор будет оглашен, я сразу сообщу вам об этом в своем инстаграме Ссылку на который вы можете видеть на своих экранах или найти в описании к этому видео Поэтому обязательно подписывайтесь, чтобы первыми узнать, чем же закончится эта история Спасибо, что досмотрели это видео до конца Пишите в комментариях, что вы думаете об этом деле Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео Пока